Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Принято считать, что библиотеки являются хранилищем книг и знаний. Однако в условиях современного общества этого оказалось мало, и перед старейшим институтом возникло множество вопросов по реорганизации деятельности и эволюции от книгохранилища до универсального источника информации, на плечи которого легла важная функция по ориентации человека в информационном поле. Вот сегодня с моими гостями в студии я поговорю о работе и роли библиотек в условиях нашего современного общества. Я представляю гостей в студии Людмила Григорьевна Яблонко, главный библиотекарь библиотеки номер 23 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, и Оксана Владимировна Носыча, главный библиотекарь филиала библиотека номер 5 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Очень рада я приветствовать вас в студии. Давайте побеседуем. И первый мой вопрос, наверное, будет к вам такой. Вот в последнее время стали говорить, что взрослые дети, в принципе, очень мало читают, а ведь согласитесь, и вы наверняка помните это время, когда нас называли вообще самой читающей страной. Сейчас и дети, и взрослые сидят в гаджетах, игрушке, различной программе, но ведь еще гаджет – это и возможность читать книгу. И вот, наверное, своим примером читать, в том числе и там, можно, наверное, привить, к примеру, детям любовь к книге. Вот согласны ли вы со мной, и что вы вообще считаете, в принципе, по этому поводу? — Очень интересный вопрос. И, на мой взгляд, как вы совершенно правильно сказали, сейчас используется гаджет практически во всех сферах жизни. Электронные книги, в том числе сервис «Литрес», всем известный, которым, кстати, у библиотек есть доступ на особых правах, где можно бесплатно, став читателем библиотеки, зарегистрируясь, получить доступ к литературе. И это тоже один из очень эффективных способов приобщения к чтению. Но я считаю, что и традиционные формы приобщения, они тоже до сих пор работают. И у нас есть яркие примеры. В нашем филиале библиотеки номер 5 как раз я вижу регулярно родителей, которые приходят со своими детьми, часто и до школьного возраста приходят, и вместе выбирают книги. То есть пока мама просматривает новинки литературы, которые у нас выставляются на отдельном стенде, а дочка находится на попечении библиотекарей, ходит, смотрит и выбирает книжечку, которая ей нравится. Конечно же, в отделе детском, безусловно. И я вижу эти примеры достаточно часто. И я бы сейчас не сказала, что ситуация настолько какая-то такая специфическая или что-нибудь такая. Да, критическая. Нет. Нет, далеко не так. Вот совсем буквально дня 4 тому назад я видел такой замечательный пример. К нам пришла постоянно читательница. И девочка, которая перечитала уже все книжки на этой полке, все время сказала, где продолжение, а где новая книжечка. И всегда находит что-то интересное. И ребенок еще пока даже не читает сам, что самое интересное. То есть приобщение к чтению идет через родителей в данном случае. Потому что семья – это первый социальный институт. И просто мамочка, она рассказывает, о чем эта книга. Ребенок смотрит иллюстрации. Но образ книги, образ библиотеки как источника очень интересной информации. А у ребенка есть доступ к гаджетам. У него есть доступ к телефону, безусловно. Он смотрит мультики по телевизору, но книга для него является таким особым предметом. И это идет во многом от родителей и через библиотеку. В том числе, если положительный пример показывают и в чтении в том числе, то, конечно, дети будут читать. Людмила Григорьевна, скажите, пожалуйста, кто является сейчас читателями вашей библиотеки, филиала номер 23? Кто читает? Что читают? Молодежь ли? Более взрослая аудитория? И каким образом, на ваш взгляд, а вы библиотекарь очень опытный, с большим стажем, сейчас, на ваш взгляд, нужно привлекать читателей в библиотеку? Ну, прежде всего, хотелось бы поблагодарить за участие в программе, поделиться опытом работы нашей библиотеки. Кто читает? Все читают. От мала до велика. И дети, и взрослые. Мамочки приходят с детьми в детское отделение, молодежь и старшее поколение на абонемент. Вот. Здесь хотела бы я сказать о том, что в нашей библиотеке очень успешно реализуется программа «Вместе с книгой Ярасту». Так. Она рассчитана, кстати, на детей и родителей. И в этой программе запланированы интереснейшие мероприятия. И встречи с писателями, и мастер-классы, и литературные возможные композиции. А в ближайшее время, по всей видимости, наверное, это случится осенью, в нашей библиотеке будет организован литературный клуб, который будет вести поэтесса, самарская поэтесса Марина Терехова. Надеемся, что все у нас получится. Все получится, да. Ну, библиотека сейчас, это на самом деле, это такая универсальная площадка, где можно не только читать книги, как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Это площадка для свободного общения проектов. Да даже, я, знаете, пришла в модельную библиотеку, но тоже мы приехали на съемку. Я смотрю, такое удобное пространство. Люди лежат, расположились, удобно, пожалуйста, заняли комфортный поз, лежат, отдыхают и читают. Вот, скажите, пожалуйста, какими интересными проектами можете похвастать вы в вашей библиотеке? Ну, хотелось бы сказать о том, что библиотека – это вообще открытое пространство, то есть поле деятельности огромнейшее. И в нашей библиотеке успешно реализуется несколько проектов. Их три. Два театральных проекта, о которых мы уже говорили, и Шукшинский проект. Несколько слов о Шукшинском проекте. Как возникла идея создания этого проекта. 2019 год. 90 лет Василию Макаровичу Шукшину. И директор нашей системы Татьяна Владимировна Гаврилина предложила нашей библиотеке провести более масштабно юбилей писателя. И предложила нам поучаствовать вот в таком проекте. Мы успешно в нем работаем. Вот уже третий год. И в этом году мы 25 июля проводим День с Шукшиным. Уже разработана программа этого мероприятия. Она очень интересная, насыщенная. Так что, думаю, что все у нас состоится. Расскажите, что будет. Неужели вот три года подряд у вас все новое-новая информация, вы не повторяетесь. И что-то рассказываете новое, неизведанное, неизвестное писатель. Ведь он не только писатель, он поэт, замечательный актер. Ну, в рамках этого проекта прошли масштабные мероприятия. И прежде всего это конкурсы. И всероссийские, и международные. И вот последний конкурс, который, кстати, завершится 25 июля. И будут объявлены итоги этого конкурса. Международный конкурс пишу в стиле Шукшина. Я уже говорила, почему международный. Потому что поступили творческие работы не только российских читателей и жителей, но и стран Европы и Азии. Это Израиль, это Швеция. Вы думали, что у вас такой будет международный конкурс? Нет, мы не думали. Мы думали, что охватим только регионы России. Оказалось, вот такой масштаб. Постребовано. Свыше 70 работ было прислано нам на электронную почту. Создано уже жюри, в состав которого вошли представители нашей Самарской муниципальной информационной библиотечной системы, самарские писатели и творческие люди, которые дадут положительную оценку конкурсантам и выберут победитель. Спасибо большое. Я хочу обратиться к Оксане Владимировне. Вот вы сегодня принесли с собой очень интересный, любопытный экземпляр. Видно, что эта книга старинная. Расскажите, пожалуйста, о ней. Ну и, конечно, о проектах, которые реализуете вы в библиотеке номер 5. Безусловно, раз сегодня у нас речь зашла как раз о книге, о том, какое это замечательное существо, я не побоюсь этого слова, которое живет даже своей собственной жизнью. И в нашей библиотеке номер 5, Самарской муниципальной информационной библиотечной системы, реализуются очень интересные проекты. И среди них я сейчас как раз вам расскажу о экспозиции «Книжный раритет». Это большая выставка, состоящая из трех крупных разделов. Она расположена у нас в читальном зале библиотеки, где выложены в доступе, вот в открытом доступе, старинные книги, раритетные издания. И я хочу вам сейчас как раз показать одно из таких изданий. Это первый том собрания сочинения Шекспира. Вы видите сейчас замечательные иллюстрации. Здесь и, собственно говоря, литографии представлены. Здесь гелиографии представлены. Это очень интересные иллюстрации. Посмотрите, вот здесь, например, гелиография. Одна из предтечи современной фотографии. И замечательные литографии. Посмотрите, вот здесь. Здесь под специальной пленочкой как раз литографии, иллюстрации, изображающие как раз Ромео и Джульетту. Раз уж мы начали с Шекспира, то начали с его бессмертного произведения. Эти книги у нас хранились в фонде. Библиотека номер 5 – одна из старейших библиотек города. Нам в 2020 году исполнилось 90 лет. И долго эти книги хранились просто в фонде. Какое-то время они, может быть, не были востребованы. Ждали, ждали своего часа. И, наконец, возникла такая идея создать выставку и показать эти книги читателям и посетителям. Это раритетные издания. Изданы они до революции, первые вот эти годы XX века. То есть вот этот рубеж. Большинство изданий относятся к этому периоду. И эти книги, они имеют очень такую историю, свою ауру определенную. Несмотря на то, что многие из них, содержание многих из них известно читателям. То есть это те же произведения Льва Николаевича Толстого, Аксакова, Василия Ивановича Майкова. Кстати, одна из самых старинных книг. Как раз ему принадлежит сочинение Майкова Василия Ивановича. И также зарубежные авторы представлены. И очень интересный блок, который нам говорит об энциклопедиях. Содержание многих из этих книг, оно, в общем-то, знакомое. С авторами многих знакомы, с произведениями тоже. Ромео и Джульетту, конечно же, тоже многие читали. Чем интересны эти книги? Они интересны не только своим содержанием, а сопроводительными текстами, критическими обзорами, редакционными всевозможными вставками, комментариями, которые писались очень известными учеными, деятелями культуры своего времени. На то время, конечно, да? Безусловно, безусловно. И эти комментарии, они бесценны. Со старинной фотографией или предтечи фотографий на тот момент, когда фотография только развивалась. Безусловно, литографии. Все это представляет интерес не только для читателя, но также для исследователей. А вот я прошу прощения, Саввазимовна, представляет ли действительно интерес для читателей? Это безусловно. Но ведь нельзя же такую старинную книгу взять в руки, почитать, полистать. Это сегодня один, второй, третий, и раритет это не будет. Поэтому как вот этим можно воспользоваться читателям? По поводу того, что раритет раритетом остается всегда. Но по вопросу использования книги, безусловно, читатели с помощью библиотекарей получают представление о том, как можно обращаться с этой книгой. Выдаются специальные перчатки, книга кладется на специальную поверхность. Просто так вот, да, вот мы с вашим пальчиком не трогать, конечно, нельзя. Мы с вами, как говорится, сейчас просто я показываю в данный момент эту книгу. Когда она лежит на полочке, то читатель может подойти, попросить, одеть спечатки, пролистать эту книгу. Не, ну мы сейчас живем в век информационных технологий, а если оцифровать ее и пользоваться, пожалуйста, смотреть в... Опять же мы возвращаемся в электронном виде. Да, и здесь как раз в библиотеке тоже есть очень достойный ответ. Потому что очень многие далиционные издания, как зарубежные, так и отечественные, представлены также в президентской библиотеке, о которой, может быть, слышали, не слышали, но такого вот еще пока нет четкого представления об их фондах. У библиотек нашей системы также существует доступ в президентскую библиотеку, где как раз можно увидеть большое количество далиционных книг и книг первой половины 20 века о цифрованном виде. Уже в цифровом формате. Да, безусловно. Могут прийти к нам, записаться и увидеть книги в цифровом варианте. Продолжая разговор о книгах, и сейчас следующее видео будет тому подтверждение, что книги можно почитать не только в библиотеках, а где еще, в нашем следующем сюжете. Обменять часы скуки на минуты наслаждения пришла в Струковский сад большая любительница чтения Ксения Попова. Точкой притяжения для нее здесь является шкаф для буккроссинга. Сегодня Ксению ждал приятный сюрприз. Шкаф пополнился новыми экземплярами. Девушка тут же присмотрела себе книгу. Говорит, фильм про Анжелику видела неоднократно, а вот книга в руки попалась впервые. Я считаю, что сегодняшний день, на сегодняшний день это очень важно, когда можно прийти, открыто взять любую книгу, которая тебе понравится абсолютно бесплатно. Если тебе что-то дома надоело, ты уже 15 тысяч раз это перечитала, можешь принести и поделиться, обменяться. Новые книги пополнили сегодня сразу три уличных шкафа для буккроссинга в Самаре. Помимо Струковского сада они появились в сквере на Революционной и в сквере Чехова, а также в 15 учреждениях культуры. Книги с помощью горожан собирали члены общественной палаты Самарской области и предоставили их читателям во Всероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая. Самарские жители – это жители интеллектуальные, это жители креативные. И если мы даем право книге поделиться своим содержанием с новой семьей, может быть, дать какой-то толчок к мыслям, и эти мысли будут о комфортной среде для жителей нашего региона, то, конечно, мы это сделаем. Среди книг, пополнивших шкаф, есть и исторические романы, и учебная литература, и билетристика. И очень много о краеведении, потому что большую заинтересованность в проекте традиционно проявляет Союз писателей Самарской области. Для буккроссинга они предоставляют экземпляры, которых не встретишь на полках магазинов. Вообще буккроссинг, он очень важен, потому что люди в свободной форме, в свое свободное время спокойно могут взять понравившую книгу, забрать ее домой. Взамен, может быть, захотят на следующий день принести другую. То есть досуг в скверах, в парках, он будет проведен с пользой. Шкаф для буккроссинга в Струковском саду у горожан пользуется особой популярностью. За прошлый сезон оборот книг в нем составил 5000 экземпляров. Продолжая разговор о книгах, о чтении, о важном, о библиотеках. Итак, в продолжение нашего разговора хотелось бы еще обратиться к вам по проекту Шукшина. О чем бы еще хотели рассказать и главное обратить внимание читателей? В рамках шукшинского проекта в этом году у нас организована интереснейшая выставка «Панорама» Василия Шукшин в жизни на фотографиях, которая расскажет об отдельных моментах личной и творческой жизни Василия Макаровича. Иллюстративный материал, буклеты, альбомы, которые представлены на этой выставке, как раз рассказывают о творческой деятельности Василия Макаровича. Центральное место на этой выставке занимает раздел на Алтае, где село Сросске. Представлена малая родина Василия Макаровича. Место жизни Шукшина – творческой и жизненной. А жизнь Василия Макаровича в разные периоды времени представлена в разделе «Этот сложный и простой человек». Так что мы приглашаем наших уважаемых читателей посетить библиотеку. 25 июля у нас пройдет день с Шукшиным, где будет организована презентация этой выставки. Прекрасно. Я думаю, что обязательно придут и воспользуются таким моментом. Скажите, пожалуйста, Оксана Владимировна, а вот знаешь, что библиотека все-таки стремится позиционировать себя, я, наверное, больше в городском пространстве как раз и за счет различных проектов. Я знаю, что у вас также есть интересный проект, о котором, я думаю, что вы с удовольствием расскажете. В нашей библиотеке реализуется уже не первый год, уже второй год реализуется проект «Страны мира сквозь века». Это курс лекций по истории и культуре зарубежных стран. Это такой страноведческий проект, который основывается на таком профессионально-историческом подходе. Причем лекции, они рассказывают не просто о каких-то событиях, о которых, может быть, многие имеют уже представление, безусловно, и здесь это тоже важно, иметь определенные представления об эпохе, о какой-то стране, о деятеле. Но лекции преследуют прежде всего целью составить целостное представление о ключевых моментах, о том, почему что-то происходило и при каких обстоятельствах. Это очень важно. Это иногда упускается из виду. Для того, чтобы как раз понимать многие моменты мировой истории и культуры. И проект этот тесным образом связан также с литературой, с литературой отраслевой и художественной. Мы очень часто забываем, что у нас на полочках лежат замечательные монографии по истории, замечательные труды по литературоведению. То есть это отраслевая литература, которая, безусловно, обогащает читателей, его кругозор. И она тоже востребована людьми. И в рамках проекта ведется также страница, на которой можно посмотреть лекции онлайн. Мы находимся в современном формате, понимаем, что, может быть, не все читатели, посетители в состоянии могут прийти в определенное время в библиотеку. И здесь также мы встречаем приятные отклики. Действительно, людям удобен этот формат. Некоторые предпочитают такой формат, некоторым очень нравится общение, поэтому они приходят уже лично в библиотеку, чтобы задать вопросы и пообщаться. И также на этой странице публикуются рассказы и обзоры, обзоры о монографиях различных по истории и культуре. То есть краткое содержание, да, можно будет ознакомиться. И также публикуются статьи с более подробным анализом содержания и какой-то конкретной книги. И после этого, конечно же, внимание привлекается. И эта книгечка, которая лежала долго, скучала на полочке, получая своего счастливого обладателя или сочетателя. Хорошо. Людмила Григорьевна, вот все-таки вы за библиотеку в ее традиционном укладе или все-таки более в современном? Я уже говорила вам по этому вопросу. Когда все органично, тогда, конечно, все хорошо. И сочетание традиционного, и в данном случае электронного варианта, да, мы говорим? Как вы считаете, что на сегодня нужно библиотеке, чтобы читатель не только не уходил, сохранился, но еще и приходили новые читатели? Оксана Владимировна. Я думаю, что библиотека обладает таким уникальным форматом. Этот формат заключается не только в предоставлении доступа, собственно, к литературе, но и формату общения. И сейчас именно общение, оно очень востребовано. Люди хотят встречаться в определенной среде, делиться какими-то впечатлениями. И очень часто им хочется пообщаться, пообщаться на общечеловеческие темы. А ведь литература, она и затрагивает как раз эти общечеловеческие темы, безусловно. Не только специальная литература, художественная литература. И таким образом люди реализуют потребности. Почему говорят, многие уйдут в онлайн-формат. Вот, смотреть только онлайн, никто не придет. Но мы видим совершенно противоположно. Люди приходят. К сожалению, ситуация сейчас пока еще не разрешилась до конца. И библиотеки, конечно, как и многие учреждения культуры, испытали такой определенный удар. На случай, ну, мы его выдержали, я считаю, с достоинством. Продолжаем держаться. И я думаю, что очень скоро читателей будет еще больше, когда ситуация нормализуется. Безусловно, это один из факторов. Но потребность вообще не остается. Поэтому популярны литературные клубы. Куда, кстати, ходят не только люди пожилого возраста, как мы считаем. Да, соберутся люди пожилого возраста и будут что-то обсуждать. Нет. Приходят молодые, обсуждают. На примере наших библиотек мы тоже это видим. Действительно, такие клубы эффективны, они действуют. Потому что ничто не заменит человеческого общения. Вы в начале программы сказали, что на личном, своем, семейном, позитивном опыте прививать культуру на чтение. Вот, допустим, мама прививает ребенку. А вот какие еще на сегодня способы существуют, чтобы прививать культуру чтения? Ну, культуру чтения – это различные мероприятия. Это тоже способствует развитию и воспитанию культуры чтения. Когда мы приглашаем в библиотеку интересных людей, когда писатели, либо поэты говорят о своих книгах и рассказывают детям об этих книгах, это самый отличный момент, когда ребенок может взять книгу и прочитать. А вы часто проводите такие мероприятия? Да, эти мероприятия в нашей библиотеке проходят часто. Кстати, вот я говорила о том, что Марина Терехова, самарская писательница, организует в сентябре, по всей видимости, клуб, литературный клуб для детей. Этот клуб будет способствовать развитию творческих способностей наших маленьких ребят. Хорошо. Ну, вот я попрошу сейчас рассказать о других необычных акциях и мероприятиях, реализованных вашей и вашей командой. Вот все-таки, как ваши библиотеки, ну, если можно так сказать, ломают стереотипы у библиотек? Оксана Владимировна. Ломают стереотипы – это хорошая фраза. Хорошая фраза. Ну, я думаю, что прежде всего то, как совершенствуется, опять же говоря, стереотипы в библиотеке, что это некое пространство, заполненное книгами, да, куда приходит читатель, берет книгу и уходит. Ну, во-первых, безусловно, это всевозможные встречи, это всевозможные конкурсы читательские, очень активные, кстати, достаточно активно участвуют в них люди. И многие, может быть, и сами бы поучаствовали, да не знают, как это интересно. Ежегодно проводится конкурс талантливых читателей, где могут проявить себя практически как писатели, просто обычные читатели. Это очень интересно. Безусловно, разрабатывается, также постоянно совершенствуется наше онлайн, так скажем, да, представление библиотек в онлайн. Очень у нас усовершенствовался, очень интересно у нас сайт СМИПС, на который может, кстати, любой желающий посмотреть отдельные рубрики, которые ему интересны. Кому-то интересны новинки литературы, кому-то будет интересно в онлайн-формате лекции, всевозможные встречи, мастер-классы. Это тоже ломает определенные стереотипы о библиотеках, которые выходят за пределы просто своего помещения как такового. Так что я считаю, что участие в таких читательских конкурсах активное, потому что, опять же, читатель получает не только удовлетворение моральное, да, непосредственно, но и получает полезный опыт. И просто удовлетворение от того, что он что-то создал. Многие мечтали быть писателями, наверняка многие что-то писали, стихи, да, какие-то рассказы. А здесь они могут поучаствовать в конкурсе. Да, есть что-то добавить. Кстати, вот для детей, интересно, наши сотрудники, наша система разрабатывают литературные игры. Это тоже очень привлекает маленьких читателей. И с помощью этих литературных игр на вопросы, которые они отвечают, все способствует чтению. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас все-таки больше всего спрашивают классику или современных авторов? Вы знаете, спрашивают и классику, и современных авторов. Кстати, вчера была встреча, интереснейшая встреча в областной библиотеке с депутатом Государственной Думы, писателем Александром Хенштейном. Александр Евсеевич представлял свои книги. Интереснейшие книги в стиле нон-фикшн. Вот есть желание, чтобы эти книги были в библиотеке, они, по всей видимости, будут, потому что Александр Евсеевич подарил свои книги библиотекам. Поэтому мы с удовольствием будем их рекламировать и пропагандировать нашим читателям. Это интересные вещи, написанные писателем. Он получил доступ к секретным документам, и на основе вот этих секретных документов он написал такие замечательные книги. — Скажите, лето — это все-таки жаркая пора для библиотек, либо наоборот, вы немножечко отдыхаете, расслабляетесь, пора отпусков? Или все-таки ходят в библиотеки летом? — Я думаю, что летом, конечно же, в библиотеки ходят. Мы это видим каждый день. Несмотря на то, что у людей бывают какие-то свои дела, заботы, дачи и так далее, но ходят. Очень часто набирают книги буквально, несколько штучек берут для того, чтобы приятно провести время на тех же выходных на даче. Поэтому я бы не сказала, что меньше берут или меньше ходят летом. Это действительно так. Так что нет такой зависимости, такой жесткой. — А сейчас организованы летние чтения для детей при летних школьных игерях. Библиотека очень посещаемая. Детишки с удовольствием приходят на наши мероприятия. — Ну что же, наше время подошло к концу. Я хочу поблагодарить вас за, как всегда, интересную беседу. И предоставляю вам заключительное слово. Вы можете проанонсировать, ну и пригласить, конечно, всех читателей на ваши ближайшие проекты, выставки, мероприятия. Пожалуйста. Дорогие наши читатели, библиотека 23, 25 июля в 13 часов приглашает вас на День с Шукшиным. Приходите, будет очень интересно. — Оксана Владимировна. Дорогие друзья, мы ждем вас в нашей библиотеке номер 5 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Мы ждем вас как онлайн на лекции 29 июня во вторник в 14.00. Лекция будет посвящена Дон Кихоту Сервантеса. Мы будем говорить о нем в историческом контексте. Безусловно, мы приглашаем вас на нашу экспозицию «Книжный раритет». Посетите, пожалуйста, эту выставку, это очень интересно, у вас останутся очень приятные впечатления. И, безусловно, третий наш замечательный проект «Победитель Гранта Лукойл» — это взлетная полоса, посвященная истории авиационной промышленности города Куйбышева. Так что приходите к нам, у нас интересно. Вот сколько очень много интересных и опознавательных, я не побоюсь этого слова, проектов. И действительно, библиотека сейчас — это то пространство, куда можно прийти, вернее, не только за книгой, но и узнать для себя очень много нового и интересного. Я благодарю вас за вашу работу, за то, что вы делаете то полезное и важное дело, пускай не видно ежедневным глазом, но какой вклад вы делаете в развитие человеческой личности. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, но мне остается добавить — идите в библиотеки и обязательно читайте книги. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!